Всем привет! Сегодня я расскажу вам и покажу, что такое аттенюатор и для чего он может вам понадобиться. Аттенюатор это устройство для понижения сигнала без изменения его формы. С переходом эфирного телевидения в цифру область его применения значительно уменьшилась, но любой мастер по антеннам и тем более человек, который обслуживает домовые распределительные сети, имеет в запасе несколько таких устройств. Для чего он нужен? В кабельном для понижения сигнала, там где это необходимо, при использовании домовых усилителей, например, если вы перебрасываете из дома на дом воздушку, ставите усилитель домовой на том доме, на котором находится антенна и сигнал отправляете на соседние дома. Принимая сигнал на втором доме, вам может возникнуть необходимость немного понизить ту ветку, которая уходит, допустим, на этот подъезд, дальше стоит еще один усилитель и отправляет сигнал на другой дом. В индивидуальных установках на данный момент аттенюаторы используют только в ближней зоне. Если подключают Т2 совсем рядом с телецентром, там, ну, километр, в ближней зоне всегда возникают проблемы при установке антенн. Например, если вы купили Т2, но у вас стоит старая антенна, например, такая, вы счастливый обладатель этой маленькой короткой антенны, это Диполь 19 элементная, и у вас в ближней зоне может просто начаться переусиление. Тюнер не прописывается, не видит каналов. Здесь есть несколько вариантов. Первый, вы можете просто отвернуть немного антенну в сторону, посмотреть, появился ли стабильный сигнал. Второй, вы можете ее просто потихоньку отпилить, но это не наши методы. Ну и третий, установить сам аттенюатор. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, я расскажу небольшую смешную историю, которая произошла со мной в Западной Африке, в Нигерии в 2017 году. Это место анекдота. Значит, мне понадобилось купить там телефон. Я прошелся по магазинам, выбрал модель, уже определился с ценой, и когда пришел покупать, оказывается, что для меня почему-то цена всегда на 10-15% больше. Ну, я прошел по нескольким магазинам, у них ценник, я вижу цену, я хочу купить. Они мне объясняют, что это старая цена, они подорожали, там, примерно на 3 тысячи, наверное. Ну, я понял, что здесь что-то не так, и обратился к своему товарищу по работе, Ибрагиму, чтобы он прошелся со мной по магазинам и помог мне купить. Мы зашли в первый попавшийся магазин, в котором я уже был. Я ему показал телефон, и он пошел на кассу оплачивать вместе с продавцом. И ему продают этот телефон по той цене, которая указана на ценнике. Ну, я понял, что я слишком светленький для их местных цен. В принципе, и не расстроился. Купили мне телефон, вышли из магазина. Я говорю, Ибрагим, как я могу тебя отблагодарить? Он говорит, ну, ведь там ничего не надо. Я говорю, ну, мне неудобно, возьми хоть немного денег. Он отказался от денег. Я говорю, ну, может, тогда немного пива. Он говорит, ну, пиво можно. Пойдемте в кафе. Мы сели в кафе, пьем пиво. И потом я вспоминаю, что он мусульманин. И мне стало интересно. Я говорю, Ибрагим, а ты же мусульманин, тебе вроде бы вообще пить нельзя. И тут он мне ответил очень интересную фразу. Сказал, ну, учитывая сложности перевода, в общем, звучит она так. Виктор, пьет, не пьет. Какая разница? Лишь бы человек был хороший. Правильно? Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Удачи! Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...